...interaction between Islam, Christianity and other faith traditions in the various regions of the Muslim world and in Russia and Germany. I wish success to this conference. I believe it's going to highlight exciting aspects of Muslims in Russia and their administration, which we can contribute to studies on multifaceted voices. Today is a very big event in Islam in the country, especially in the Republic of Afghanistan. You know, it's been a year for 225 years for the creation of the European Union, the European Union of Muslims in Russia. In the beginning of today's event, in the program, there is a научно-практическая conference on Islam in Russia. ...which has gathered on its participation of the representatives of more than 32 countries, ...who have gathered members of the Central and the European Union of Lutherans. ...of the region of the European Union of the world. Было создано Центральное духовное управление, или как его называют, Оренбургское мумитанское собрание в тот период, которое послужило началом создания организации мусульман. И это уже на протяжении ряда лет, сегодня веков, мы видим, как это было необходимо. И сегодня вы видите уже по результатам конференции прекраснейшие выступления наших представителей из-за рубежа, наших ученых, представителей духовных управлений, представителей других конфессий. То есть сегодня мы выстроили доверительные отношения с государством, выработаны отношения межконфессиональные между всеми конфессиями на территории страны, на территории республики Башкортостан. Это очень важное событие. Сегодня праздник у исламской умы, и братья православные пришли поздравлять, и другие конфессии. Это говорит о том, что значит мы правильно это все делаем. Это говорит о том, что сегодня конституционные права граждан наших обеспечиваются. Сегодня государство не стоит в стороне от религиозного самосознания граждан, а принимает участие сегодня в религиозной жизни нашего общества. И это, конечно, результат нашего руководства страны, республики, лично Рустем Закиевича Хамитова, который очень много сделал сегодня для всех конфессий республики. И еще раз хочу поздравить я верховную муфти Далгата Джудина. Во-первых, вы видели, зачитан был указ о присвоении ему государственной награды. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это уже государственный муфти. Это человек, который уже 33 года управляет кораблем ислама. И ведет этот корабль в том направлении, в котором мы все двигаемся, в котором сегодня мы проживаем. Это Россия. И поэтому еще раз хочется выразить надежды, что и в дальнейшем мы также будем мирно жить, мы также будем мирно существовать, дружить, любить и красиво проживать. Чтобы наши внуки никогда плохо не жили, а вспоминали только доброе то начало, как было положено 225 лет назад. Без возвращения его к своим религиозным корням Россия не возродится, а человек вне религии не способен на высокие патриотические поступки. Потому что наши религии учат нас любви ко всем, любви к Родине, уважению и почитанию старших, миру, добрососедству, воспитывают чувство патриотизма, взаимной помощи и взаимной выручки. В эти непростые годы, несмотря на все трудности, усиливающиеся извне, вы сохранили и приумножили свои общины, благодаря независимой огромной работоспособности, духовной мудрости, рассудительности и взвешенной политике. Своим созидательным трудом, яркими многогранными талантами ученого-богослова, человека-интернационалиста, вы внесли огромный вклад в позитивное развитие исламско-бравославного теологии в России, в Республике Башкортостан и за рубежом. Все это явилось базой межрелигиозной и межнациональной стабильности, дружбы, взаимоуважения и братской любви между мусульманами и христианами Башкортостана и России. На встрече со святейшим патриархом Московским Евсея Руси Кириллом, вы, уважаемые муфти и хазрат, сказали, без братских связей с Русской Православной Церковью мы не представляем деятельность Центрального Духовного Управления Мусульман России. Мы часть единого целого, единой, Богом хранимой Отчизны России. Ваш жизненный путь свидетельствует о неизменной верности Всевышнему, любви к Нему и любви к исламу и преданности. Огромна ваша заслуга в укреплении единства среди мусульман и христиан в нашей стране. Вас, как человека высокой духовности и стойкости в сохранении мира, уважает весь христианский мир, а особенно в России, где нас с вами связывают глубокие узы братского единения, что способствует сближению людей, утверждению идеалов единства, добра, милосердия, помогают духовно, нравственно возрождать нашу страну. И, как сказал святейший патриарх Московский и в сервисе Кирилл, убежден, что наши совместные усилия с представителями ислама будут развиваться и послужат благу людей. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые, говорит Христос Спаситель. Видя значительную пользу от межрелигиозного диалога, мы вправе считать его добрым древом с добрыми плодами. Желаю вам, дорогой брат Талгат-Хазрат, здравия, мира, долгоденствия, новых совершений в вашей подвижнической деятельности, о Центральном Духовном Управлении Мусульман России и всем мусульманам и стране нашей процветания и успехов в духовном делании на благо наших народов и Отечества нашего. Спасибо за внимание. Сегодня празднуется 225 лет указа Екатерины II, когда было образовано Оренбургское духовно-магометанское общество. И это в какой-то степени поставило ислам на уровень равноправной религии в государстве российском. С другой стороны, в эти дни проходит тоже одно из важных событий. 65 лет Талгату Таджуддину, Верховному Муфтию Центрального Управления Мусульман России. Очень представительная, респектабельная, скажем, публика собралась из многих стран мира. Виднейшие ученые и исламоведы, и политики, министры, богословы собрались сегодня в Уфе. Ну и как свидетельство, то, что мы живем в одном большом нашем доме, имя которому Россия, здесь и мы представители Русской Православной Церкви. Есть посланец Святейшего Патриарха Кирилла Протерий Всеволод Чаплин и также ваш покорный слуга, митрополит Челябинский и Златоустовский, митрополит Никон со всей своей епископской братьей. Тоже принимаем участие в данной конференции. Я думаю, что это очень важно, особенно на фоне, когда религиозный фактор стараются использовать для нагнетания ненависти и разделения, нам показать, мы каждый остаемся при своей вере, каждый верны своим вероисповедным догматическим истинам, но мы должны быть едины в одном, чтобы сохранить мир и согласие, чтобы вместе бороться против экстремизма и терроризма, чтобы вместе бороться за нравственное возрождение нашего общества. Наркомания и пьянство – это наша общая беда, и здесь наши совместные усилия могут принести только пользу. Но и еще раз повторяю, что важно мир и согласие между нашими традиционными основными конфессиями. Вот для чего мы здесь и собрались вместе с мусульманами, как раз на эту конференцию, когда мусульманская умма празднует 225-летие указа Егатерины II. Я рад тому, что в Башкортостане, так же, как и в большинстве мест современной России, установлено доброе, достойное и взаимовыгодное отношение между православными христианами и мусульманами. Такие отношения являются одной из основ мирного и благополучного настоящего и будущего России. Эти отношения строились мирно и достойно в течение многих веков. Об этом свидетельствует еще раз дата, которую мы сегодня отмечаем – 225-летие со дня основания мусульманского духовного управления, преемником которого являются нынешние Центральные духовные управления мусульман России. Дружба, взаимопомощь, взаимная поддержка мусульман и православных христиан очень важны. Они особенно важны в условиях, когда наши недруги, понимая, что, к сожалению, легко разделить Россию по национальному и религиозному признаку, пытаются провоцировать межрелигиозную вражду. Смотреть, что происходило буквально несколько дней назад, в день празднования Курбан-Байрама и за день до этого, через день после этого, в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала происходят события в Бирюлево, где естественное и законное возмущение местных жителей поведением некоторых мигрантов и криминалом, который царил на овощной базе, вылилось в том числе в неоправдываемые и ничем насильственные действия, особенно против сотрудников правоохранительных органов. В сам день Курбан-Байрама происходит антимусульманская провокация со взломом мусульманских сайтов, размещением на них оскорбительного для мусульман изображения с нецензурной надписью. В тот же день устраивается нападение на храм, и нужно внимательно изучить вопрос, не подстрекали ли пьяных и ничего не соображавших людей к тому, что они сделали, какие-либо более вдумчивые, скажем так, круги, в частности, организации, связанные с внешними для России силами. В эти же дни происходит инсценировка нападения якобы со стороны кавказцев в Санкт-Петербурге, и эта инсценировка производится одной из ультрарадикальных националистических организаций, русских организаций, так называемых, я бы сказал, русских организаций. Смотрите, всего несколько дней и столько вызовов межнациональному и межрелигиозному миру в стране. Боюсь, что эти вызовы бросаются не без участия внешних для России сил, которые хотели бы разрушить межнациональный и межрелигиозный мир в стране. Понимая это, зная это, видя это, чувствуя, что наши недруги очень хотели бы разрушить Россию, раскалов ее по межнациональному и межрелигиозному разлому, нам очень важно поддерживать добрые отношения между православными христианами и мусульманами, нам очень важно поддерживать добрые отношения между разными народами страны, нам очень важно вместе распутывать те сложные проблемы, которые стоят перед страной, а это и проблема миграции, это и проблема нелегального рынка труда, это и проблема вызывающего поведение некоторых приезжих в русских, российских городах. Мы должны вместе находить ответы на эти проблемы, чтобы никто не смог поставить под угрозу наше общее будущее, столкнув нас друг с другом. К великому сожалению, под этой светскостью опять идет идея атеизма. Не просто светскость равноудаленность и умешательство от них в другие дела, а светскость под пониманием возможности уну атеистического мировоззрения, а это уже нарушение конституционных прав. Второй вопрос. Нас пугали? Я хочу поправить, как и ректора. Никакого закона Божия не было введено, и не шла речь о законе Божии. Речь шла о культурологическом предмете и тем более выборах этих предметов. В том числе, или же вообще никакой религии. Или этика, или мировые религии. Этика это вневерегидиозная совершенно. Или же культурологические предметы это основы, еще раз повторяю, основы традиционных культур. А нам все время преподносит и пугает платформы различные, демократические, гражданские платформы. Говорят, что вводят некий закон Божий. Никакого закона Божия мы не вводим. Мы хотим мусульмане знать о своей религии, чтобы дети наши знали. Христиане, чтобы знали свою религию, уважая и зная религию друг друга, мы будем уважать и жить в мире и согласии в нашем обществе. Нам все время говорили, что, а могут быть конфликты. Прошел год, никаких конфликтов не было и не будет. Конфликты будут там, где ненежество. Конфликты будут там, где незнание, где украдить. Многие годы я нес служение на Северном Кавказе. Десять лет практически. Перенес и Меслан, и Нальчик, и Грозный, и многое-многое другое. И вот то, что случилось в Беслане, это та беда, которая, опять же, через искажение религии привела к тому, что вот только сейчас произошло в Волгограде. Вот за что мы должны бороться. Вот чему предостерегать. Мир и согласие между нами мы имеем. Мы имеем века мирного сосуществования и братского. Мы пережили не одну войну, когда Бог оба, плечом к плечу, лежали вместе в окопе и защищали одно. Родину, которая для нас, для всех была единой. И для христианина, и для мусульманина, и для представителей других великих. Главный вызов сейчас нам всем, людям религиозным. Этот вызов, вызов скрытого атеизма. Я еще раз повторяю, нет идеологии атеистической, включите программу. Телевизионную, интернет, глянцевые газеты, журналы. И посмотрите, какой шквал обрушивается на верующих людей. Шквал, я еще раз повторяю. И вот здесь мы должны понять, и мусульмане, и православные, только вместе. Только вместе мы можем выжить и сохранить и планетарное, мир и спокойствие, и каждую свою идентичность не потерять. И я хочу сказать, что у нас вот в Челябинской области, пожалуй, первая епархия, мы подписали с Муфтием Ренатом Райевым соглашение о социальном партнерстве. Для чего? Для того, чтобы была религитивность, и не просто показали пьянство, разврат, наркотики, экстремизм. Это что? Проблема одного только религиозного этносы или нет? Это общие наши проблемы. И вместе только мы можем их победить. Я помню, как создавали мы на Кавказе первые лагеря молодежные, где жили летом по месяцу молодые люди, православные и мусульмане. Вот где как раз тот путь, когда мы должны, познавая друг друга, шли бы к тому единому соработничеству, что так необходимо. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о нашем юбилеаре, моем замечательном друге, долгать это в Жудине. В Верховном Муфтии мы много раз не бывали в разных местах. Никогда не забуду это перед началом бомбардировки, когда мы были в Багдаде. И я обратил внимание, с каким глубоким уважением мусульмане Багдада относились к нашему сегодняшнему юбилеару. Мы неоднократно бывали с ним в различных горячих точках северного Кавказа. Это и удивительная личность. Это личность, которая сочетает в себя и глубокий ум, и богословские знания, и юмор, и высокую духовную культурную. И, конечно же, великую любовь, великая Россия, великий мусульмане. Держитесь за него! Сегодня мы видим, как за одной, можно сказать, за одним столом сидят и мусульмане, и православные, и люди других конфессий, и люди светской направленности, государственной направленности. Вот это вот и есть, я думаю, огромный вклад, огромный вклад в то, что мы называем толерантность, уважение, любовь друг к другу. Ведь Всевышний в Коране говорит, о люди, держитесь за вер Всевышнего и не разъединяйтесь. Также Всевышний говорит, и мы видим, как Он предупреждает нас, о люди, создал Я вас от Адама и Евы разными народами, разными племенами, для того, чтобы вы узнавали друг друга и познавали, но ни в коем случае не для того, чтобы вы враждовали и помогали в ненависти друг к другу. Вот сегодняшнее мероприятие, оно как раз подчеркивает эту особенную важность того диалога между религиозными деятелями, диалога между конфессиональными деятелями разных конфессий, также между религией и государством. Это очень важно. Мы стремимся к этому для того, чтобы в социальных вопросах вместе с государством, рука об руку и с нашими православными братьями, вести те мероприятия, которые мы до сих пор вели. Это такие мероприятия, как отправку военнослужащих вместе, мы всегда это делаем, мы на всех мероприятиях всегда вместе находимся. И вот это вот дает тот огромный толчок и для народа, когда они видят то, что оказывается, не только на словах мы говорим Бог один, а и на деле показываем то, что страна у нас одна, народ у нас один, и жить нам больше негде. Нас нигде не ждут. Мы должны стараться и на процветание, и на улучшение того, что мы сейчас имеем. Это наша земля, это наша Родина. Поэтому дай Бог Всевышний пусть хранит нас, наших, наши семьи, детей наших, нашу отчизну. Пусть Всевышний даст уфимцам и республике нашей благодать и счастье. Каждый пусть несет вклад в это огромное дело под названием «Любовь друг к другу». И тогда будет у нас все замечательно, я думаю. А сегодняшняя конференция, она опять-таки показала, что оказывается и народы разные, сегодня и арабы здесь, и турки, и из Японии, и из Китая, Индонезии, Малайзии. Даже премьер-министр Индонезии здесь присутствует. Ведь величайшие ученые, такие как шейх Аятулла Тахзири из Ирана, такие ученые нередко, это очень редкость. И они вот приехали сюда. Вот этот дедушка такой уже больной, но он приехал для того, чтобы посетить, увидеть и рассказать. И он важную вещь сказал. Я, говорит, рад то, что президент России говорит, что мусульмане – это неотъемлемая часть российской государственности, российского народа. И если люди уезжают с такими наплывами чувств из нашей страны, я думаю, это очень хорошо. И в дальнейшем вот эти вот взаимоработничества, взаимосотрудничества, оно приведет только к хорошим плодам. Сейчас мы сеем. Придет время и пожинать. Аллах бирзан. Пусть Всевышний Аллах даст нам увидеть и эти прекрасные дни. Спасибо.